Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте, и посмотрим, в чём может быть проблема. У меня есть знакомая. Мы познакомились в девятнадцатом году. Дети у нас общаются, иногда ходим в гости друг к другу. Всё нормально, но есть звоночки, которые меня тревожат. Помогите разобраться. Когда эта знакомая приглашает меня с ребёнком в гости, я обязательно покупаю вкусности и своим ребёнком, и детям знакомые. Однако, иногда она говорит, что не надо ничего нести, мы приходим в гости, её дети, например, едят чипа-чипс, мой ребёнок стоит и смотрит. Почему-то она не считала, что если пригласила в гости, то надо всех детей угостить. Меня это триггерит, мне это неприятно. Ещё иногда одна знакомая приглашает нас в гости, а мы договариваемся, что купить. Вроде бы договорились, что сумма пополам. Я приношу чек, но половину суммы она мне не отдаёт. Мне опять же неприятно, я воспитываю ребёнка одна, о чём она знает, и просто чтобы кого-то угостить. Просто так у меня нет возможностей. Иногда она меня спрашивает что-то, я отвечаю, в ответ она может написать, например, что я дура. И тут я вообще не понимаю смысла, якобы она шутя, но мне неприятно даже шутя свой адрес. Недавно на работе был случай, когда я ей подсказала, что пациента можно записать, но начальство изменило эту информацию от её поведения. Мне было непонятно. Она сидела, махала руками и кричала, что это она. То есть я показывала на меня руки. Пак сказала. Это она так кричала и указывала на меня. Я просто отвернулась и дальше делала свою работу. Да, я неправильно подсказала, но можно было спокойно исправить и не орать. Пак же меня прикрыть, что на день рождения своих детей или на своё знакомое ни меня, ни моего ребенка не приглашают. Почему-то про нас такие моменты знакомые не вспоминают. Может я как-то не так понимаю слово дружба или я только считаю, что мы дружим, а для знакомых мы как запасной вариант. Вы знаете, я думаю, что основная проблема здесь заключается в том, что у вас есть ожидания, с одной стороны, от того, как должны вести себя с вами люди. Это первый момент. То есть вы ждёте определённого поведения. А оно, это поведение, так скажем, не оправдывается, не реализовывается. Это первое. То есть ваши ожидания от других людей, это только ваши ожидания. Люди им соответствовать совершенно не должны. Вот. То есть если вы чего-то ждёте и вы видите, что они ваши, условно говоря, ожидания не оправдывают, то в этом смысле я бы сказал, что не имеет смысла особого ждать, что начнут делать так, как вы того хотите. Это первое. Второе. Мне кажется, что вы склонны с собой жертвовать. То есть вы не можете кого-то угощать просто так. Так и не надо. Если подруга не отдаёт, ну если знакомая не отдаёт вам саму денег, кстати, а почему вы не попросите прямо её об этом, то значит больше не стоит с ней вести такие дела. Ну вот. Всё же здесь просто. У вас нет возможности там, ну растрачивать свои ресурсы. Ну вот. А здесь получается риск. Вы не на этот риск идёте. Я не очень понимаю для чего. Вы говорите про тот же, про тот же чупа-чуп, чупа-чупс. Вот. Вы понимаете, у подруги своё воспитание. У вас своё. А у подруги... Как бы, ну, есть свои приоритеты. Свои? Свои... Ориентиры... И на мой взгляд. Эта. Пауни, ты был нормал. А, у вас? У вас? Своя пассив. Эта тоже нормал. Был мать. И всё. То есть вам всё время как будто бы кажется, что вас обесценивало. Ну вот, как будто бы. Хотя на самом деле возможно, что подруга просто ведёт себя так, защищая себя. Больше проявляя любви и заботы к себе. Выстраивая личные границы. Которых у вас может быть нет. В полной мере. В полной мере. То есть вы. То есть вы. В полной мере. Границы свои. Получаться выстрелить не можете. Этого. По поводу того, что не приглашал. На мой взгляд, на мой взгляд, вы как-то, ну, слишком центрируетесь что ли на одном человеке. То есть как будто бы у вас только одна знакомая. Вот. Вот эта. Вот. Ваши подруги, ваши знакомые, есть, кроме вас, скорее всего, ещё, другие люди. Вот. И с ними тоже есть контакт. Поэтому я бы не сказал, что, как бы, то, что вам не нравится, это аномальное что-то. Вопрос заключается в том, что вы как будто бы не берёте ответственность за свою позицию. Как будто бы надеетесь, что подруга изменится. Как будто бы надеетесь, что человек будет вести себя так, как нужно вам. Но при этом вы ей не говорите об этом ничего. Вы ей как будто бы не озвучиваете ничего из того, что хотите. То есть нет обсуждения. Вот. И как будто бы вы в какой-то степени делаете что-то, чего вы делать не хотите. Вот. Вот и всё. И в то же время, по моим ощущениям, у вас как будто бы вот только она. В... 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 стоит, потому что так или иначе вы будете сталкиваться с этими проявлениями, которые вам неприятны. Меня больше интересует вопрос, вы говорите, что вам неприятно, то есть такое ощущение, что вас достаточно легко задеть. То есть обратите внимание, да, у вас все время ряд ожиданий от человека и фрустрацию. То есть как будто бы вы сами не отвечаете за то, что вы хотите, как будто бы вы ждете, что другой человек сделает что-то за вас и для вас. Мне кажется, вот в этом заключается основная проблема. То есть, например, мне говорят, я дура. Во-первых, во-первых, это может быть и шутка. Правда, шутка. Люди могут так шутить. Это, это нехорошо и неплохо. Это реально. Реально, в которой люди правда могут так шутить. Вам это, вам это говорят. А вы чувствуете, что вам неприятно. Важный момент. Из чего появляется это неприятно? Когда мне неприятно, чего я хочу? Задать себе этот вопрос. Одно дело, одно дело. Если вы, исходя из своих ценностей, считаете, что с вами взаимодействовать так нельзя, и другое дело, если вас это задевало, то здесь могут быть проблемы с самооценкой у вас. И в этом смысле, в этом случае, проблему с самооценкой нужно решать. Ваша знакомая здесь ни при чем. Если вы считаете, что самооценка у вас все в порядке, хотя я повторюсь, вы подавляете то, что вы хотите, ждете чего-то от других людей, не получаете этого и обижаете. Вот. Фактически, вы считаете, что человек должен вести так, как вы считаете верно. Вот. И при этом даже не говорите и не обсуждаете то, чего вы хотели бы не проясняете. То есть это как бы вот налицо заниженная самооценка. Так вот. Если вы считаете все равно, что самооценка у вас все хорошо, если вы считаете, если вы считаете, то вам нужно в этом случае нести ответственность. То есть дети общаются, пусть общаются, они решат сами. Да, кстати, ребёнок ваш тоже мог бы попросить, если, как бы, считают ребёнка знакомым другом. Дети решают сами. Дети сами разберутся. Вам бы между собой разобраться. Точнее, сначала вам бы в себе разобраться. Вот. Смешает немножко мы. Понимаете? То есть да, чисто внешне вы говорите верно. Не приглашаю вас. Это понятно. Но извините. Подруга, то есть знакомая ваша, может не хотеть кого-то видеть на своё зарождение. Это нормально. Есть формат общения, который устраивает, есть формат общения, который не устраивает. Есть формат общения, к которым я готов, а есть, к которым нет. И говоря о запасном варианте, я полагаю, что вы здесь смешиваете определённое место ваше в жизни человека, и обесценивание. Понимаете? Здесь два момента. Первое. О своих чувствах в любом случае нужно говорить. Лучше, прежде чем говорить, потренироваться с психологом и разобраться, что вы чувствуете и чего хотите, чтобы донести правильно. Это первый момент. Второй момент. Если мне кто-то не нравится, зачем я с ним общаюсь? Если меня не устраивает что-то, для чего я общаюсь? У меня случилось впечатление, что вы не столько знакомые, друзья и вас много чего связывает, сколько просто коллеги по работе. Вот. Вы этого не пишите, но говорите, что работаете вместе. Так вот. Коллеги. Это не друзья. Коллег связывают, в первую очередь, коммерцию. И то, что ваша знакомая держится за своё рабочее место, это нормально. И она всегда будет ставить рабочее место выше вас. Потому что это её источник заработка. Так же, как и вы, скорее всего, тоже ставите свой заработок выше, чем свою знакомую, о чём вы пишете. Понимаете? Только вот за счёт того, что вы болезненно воспринимаете какие-то вещи, в силу того, что обесцениваете себя, может быть, даже не осознавая. Вот. Получается такая вот проблема. Следующий момент. Вы говорите, я воспитываю ребёнка одна. Да. Об этом вы не писали, это не ваш вопрос, но тем не менее. Вы воспитываете ребёнка одна, смотрите. Значит, скорее всего, с отцом ребёнка, что, отношения не сложились, был развод. Или просто расстал. Ну, это тоже на вас повлияло. Понимаете? Вот. Это тоже на вас повлияло. Возможно, говорит обида. И, возможно, вы переносите обиду на отца ребёнка, вот теперь на другого человека. Возможно, вы считаете, что отец вашего ребёнка не делал для вас того, что должен был. И требуете что-то делать со знакомым. Понимаете? Не прожили боль, не прожили чувства, вот. Не начали выстраивать новых отношений с мужчиной, да? То есть, вы одна воспитываете. Кстати говоря, почему? Почему? Ну, то есть, да, вы одна, но вам не обязательно быть одной. Вот. Тоже что-то останавливает, да? Понимаете? То есть, вот есть такое ощущение, знаете, зажатости. Есть ощущение, что вы, как бы, нацелены не на человека, да, что-то сделать для него. А что-то сделать для него и для себя, то есть, как бы, вы делали что-то для другого, делайте это для себя. Потому что вы находитесь в дефиците. И в дефиците нет ничего страшного. Но нужно быть внимательным к своим ресурсам, нужно быть внимательным к тому, что вы делаете. И вы можете ничего не получить в ответ, и это нормально. Поэтому более тщательно нужно смотреть, что вы делаете для других людей. И смотреть, что вы делаете для себя. Какими людьми вы себя окружаете. Вот. И четко проводить границу между собой, своим ребенком и другими людьми. Вот. Вы же их, как будто бы, вот, время нарушаете. Говоря о том, что можно было спокойно, там, что-то сделать и не орать. Ну, вы не родитель для человека. Вы не указываете ему, как делать. Он сам решает. Вы можете это оценивать, его поступок, не человека. Смотреть на свою реакцию, выражать эту реакцию, то есть говорить об этом. И на основе этого уже решать, как поступать дальше. Вот. Это как бы, ну, на мой взгляд, наиболее здесь логично. Вот. Вот какая-то такая история. Поэтому, помимо перечисленных мной моментов, я бы еще, конечно, получился коммуницировать и освоил более конструктивные способы коммуникации. Вот. Вот. И в целом бы как-то более четко оформил, может быть, вашу позицию. Вот. Уметь просить свое, уметь заявлять о себе, не значит конфликтовать. Я буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...